Москва 25 февраля 1986 года Войдет в историю нашего государства Как день начала работы 27 съезда Коммунистической партии Советского Союза К этому событию с огромным подъемом готовился весь советский народ Его ждало все прогрессивное человечество Наша партия высоко несет знамя мира, свободы, гуманизма Великое Ленинское знамя В Кремлевском дворце съездов проходит форум советских коммунистов 5000 делегатов представляют 19 миллионов членов партии Это лучшие из лучших ее сынов и дочерей Ее цвет, ее гордость Новаторы производства Мастера земледелия Партийные советские работники Представители советских вооруженных сил Деятели науки и культуры Ветераны партии и молодые коммунисты Делегаты и гости съезда Приветствуют генерального секретаря Центрального комитета КПСС Михаила Сергеевича Горбачева Членов политбюро ЦК КПСС АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи делегаты По поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза 27-й съезд КПСС объявляю открытым АПЛОДИСМЕНТЫ Председательствующий Член политбюро ЦК КПСС Секретарь Центрального комитета партии Егор Кузьмич Лигачев Товарищи На съезде присутствует 152 делегации Коммунистических, рабочих Революционно-демократических, социалистических Социал-демократических, лейбористских и других партий Представители демократических общественных организаций Они прибыли из 113 стран всех частей света Позвольте от имени съезда Сердечно поблагодарить те партии, организации и движения Которые оказали нам честь, направив в Москву свои делегации В этом проявляется уважительное отношение Коммунистической партии Советского Союза Признание ее международного авторитета АПЛОДИСМЕНТЫ Делегаты избирают руководящие органы съезда Единогласно утверждают порядок его работы Слово для политического доклада Центрального комитета партии 27-му съезду партии предоставляется Генеральному секторю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Товарищу Горбачеву Михаилу Сергеевичу АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи делегаты Уважаемые гости 27-й съезд КПСС Собрался на крутом переломе жизни страны Современного мира в целом Мы начинаем нашу работу С чувством глубокого понимания Своей ответственности перед партией и советским народом Наша задача широко по-ленински Осмыслить в переживаемое время Выработать реалистическую всесторонне взвешенную Программу действий Которая органично соединила бы Величие целей и реализм возможностей Планы партии с надеждами и чаяниями каждого человека Решения 27-го съезда Определят и характер И темпы движения на годы и десятилетия вперед Движение в качестве на новому состоянию Советского социалистического общества Съезду предстоит Обсудить и принять новую редакцию программы КПСС Изменения в уставе партии Основные направления развития народного хозяйства На пятилетку и перспективу Едва ли надо говорить Сколь огромное значение имеют эти документы Для нашей партии, нашего государства, нашего народа В них не только оценка пройденного Постановка назревших задач Но и взгляд на будущее Речь идет о том, каким вступит Советский Союз в 21 век Какими станут облик и позиции социализма на международной арене Каков завтрашний день человечества Со времени принятия ныне действующей программы партии Советское общество далеко продвинулось в своем развитии Мы отстроили по сути заново всю страну Добились огромных сдвигов экономики, культуре, социальной области Воспитали поколения, создателей нового общества Открыли человечеству дорогу в космос Обеспечили военно-стратегический паритет Что существенно ограничило агрессивные планы И возможности империализма развязать ядерную войну Значительно окрепли позиции нашей Родины Мирового социализма на международной арене По достоинству оценивая достигнутое Руководство КПСС считает своим долгом Честно и прямо сказать партии народу О наших упущениях в политической и практической деятельности Неблагоприятных тенденциях в экономике И социально-духовной сфере О причинах таких явлений В течение ряда лет И не только в силу объективных факторов Но и причин прежде всего субъективного порядка Практические действия партийных и государственных органов Отставали от требований времени самой жизни Проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем решались Инертность, застылась форм и метода управления Снижение динамизма в работе Нарастание бюрократизма Все это наносило немалый ущерб делу В жизни общества начали проступать застойные явления Ситуация требовала перемен Но в центральных органах, да и на местах Стала брать вверх своеобразная психология Как бы улучшить дела, ничего не меняя Но так не бывает, товарищи Как говорят, остановишься на миг, отстанешь на версту Нельзя уклоняться от решения назревших проблем Подобная позиция слишком дорого обходится стране, государству, партии И давайте скажем об этом полный голос Во весь рост стала задача Как можно быстрее преодолеть негативные явления В социально-экономическом развитии общества Придать ему необходимый динамизм и ускорение В максимальной степени извлечь уроки из прошлого С тем, чтобы решения на будущее были предельно точными и ответственными А конкретные действия целеустремленными и эффективными Переломная ситуация сложилась не только во внутренних делах Она характерна и для внешних Изменения в современном мировом развитии Настолько глубоки и значительны Что они требуют переосмысления комплексного анализа всех его факторов Обстановка ядерного противостояния Обязывает к новым подходам, способам и формам Взаимоотношений между различными социальными системами Государствами и регионами В ходе обсуждения предсвездовских документов Состоялся большой, откровенный и конструктивный разговор По всем ключевым проблемам нашей жизни и партийной политики Мы пришли на съезд, обогащенный мудростью Опытом всей партии, всего народа Товарищи, выдвинул на апрельском пленуме Стратегию ускорения социально-экономического развития страны Центральный комитет КПСС принял тем самым решение исторической важности За четверть века после принятия третьей программы КПСС Советский Союз добился внушительных успехов Вместе с тем в 70-е годы в народном хозяйстве стали нарастать трудности Заметно снизились темпы экономического роста И все это, товарищи, мы должны извлечь в самой серьезной Европе Первый из них можно назвать уроком правды Ответственный анализ прошлого расчищает путь в будущее А полуправда, стыдливо обходящие острые углы Тормозит выработку реальной политики, мешает нашему движению вперед Наша сила, говорил Владимир Ильич Ленин, в заявлении правды Именно поэтому в новой редакции программы партии Центральный комитет счел необходимым еще раз сказать О негативных процессах, проявившихся в 70-е и в начале 80-х годов Поэтому мы говорим о них и сегодня на съезде Другой урок касается целеустремленности и решительности в практических действиях Перевод на интенсивный путь такого огромного хозяйства, как наше Дело непростое, требующее немалых усилий, времени и высочайшей ответственности Но начало преобразование, нельзя ограничиваться половинчатыми мерами Надо действовать последовательно и энергично, не останавливаясь перед самыми смелыми шагами И еще один урок, можно сказать главный Успех любого дела в решающей мере определяется тем, насколько активно и сознательно участвуют в нем массы Сегодня первоочередная задача партии, всего народа Решительно переломить неблагоприятные тенденции в развитии экономики Придать ей должный динамизм, открыть простор инициативе и творчеству масс подлинно революционным преобразованием Товарищи, задача, которую нам предстоит решить в самый короткий срок Полное обеспечение страны продовольствием На это направлена современная аграрная политика партии, сформулированная в решениях Майского 1982 года пленума ЦК КПСС в продовольственной программе СССР Партии государства будут и впредь последовательно развивать материально-техническую базу агропромышленного комплекса Но столь же ясно и то, что главным двигателем прогресса его душой был, есть и останется человек Сегодня сельскому хозяйству, как никогда, нужны люди, заинтересованные работать активно С высоким профессиональным мастерством, с новаторской жилкой Самой крепкой гарантией всех наших успехов является постоянная забота об условиях труда и быта сельских пружинников На это нацелены наши планы и важно, чтобы они неукоснительно выполнялись Товарищи, всякая перестройка хозяйственного механизма, как известно, начинается с перестройки сознания Отказа от сложившихся стереотипов мышления и практики, ясного понимания новых задач А это касается, прежде всего, деятельности наших хозяйственных кадров, работников центральных звеньев управления Большинство из них хорошо представляет и активно поддерживает начинание партии Смело берется за сложные задачи, ищет и находит наилучшие пути их решения Такая позиция заслуживает всемирной поддержки Но трудно понять тех, кто выжидает, или уподобившись гоголевскому персонажу, строившему всевозможные прожекты Практически ничего не делает и не меняет С позиций работников подобного рода мира не предвидится Нам просто с ними не по пути Тем более не попусти с теми, кто надеется, что все уляжется и вернется в старую колею Такого не будет, товарищи Особо хотелось бы выделить проблему качества продукции Мало сказать, что это наш ближайший и крупный резерв Без высокого качества сегодня невозможно ускорение научно-технического прогресса И эта задача должна стать делом каждого коммуниста, каждого советского человека Всех, кто уважает свой труд, кому не безразлично, честь предприятий, отрасли, честь нашей Родины Авангардное место в советском обществе принадлежит рабочему классу Благодаря своему положению в системе социалистического производства Политическому опыту, высокой сознательности и организованности, трудовой и политической активности Рабочий класс сплачивает наше общество, играет ведущую роль в совершенствовании социализма В коммунистическом строительстве Мы, коммунисты, должны неуклонно следовать мудрым ленинским заветам Творчески применять их в новых условиях Быть предельно внимательными, принципиальными в национальных отношениях Во имя дальнейшего упрощения, братской дружбы всех народов, союза советских социалистических республик Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности Это вопрос политический Безгласности нет и не может быть демократизма Политическое творчество масс Их участие в управлении Это, если хотите, залог государственного Пронизанного чувством ответственности отношения к делу Десятков миллионов рабочих, колхозников, интеллигентов И исходный пункт психологической перестройки наших кадров Иной раз, когда речь идет о гласности, приходится слышать Призывы поосторожнее говорить о наших недостатках И упущениях, о трудностях, неизбежных в любой живой работе Ответ тут может быть только один Ленинский Коммунистам всегда и при всех обстоятельствах нужна правда Опыт последнего года показал Сколь решительно советские люди поддерживают бескомпромиссную оценку всего Что мешает нам идти вперед А вот тем, кто привык работать спустя рукава Заниматься очковтирательством Действительно неуютно при свете гласности Когда все, что делается в государстве и обществе Находится под контролем народа На виду народа Товарищи Основополагающая задача экономического и социального развития страны Определяет и международную стратегию КПСС Ее главная цель предельно ясна Обеспечить советскому народу возможность трудиться В условиях прочного мира и свободы Советский Союз Убежденнейший противник ядерной войны В любом ее варианте Наша страна за то, чтобы и взять из обращения оружия массовое уничтожение Ограничить военный потенциал пределами разумной достаточности Но характер и уровень этого предела продолжает лимитироваться позициями И действиями США и их партнеров по блокам В этих условиях мы вновь и вновь повторяем На большую безопасность Советский Союз не претендует На меньшую не пойдет Мы знаем наших основных оппонентов Накопили сложный длительный опыт отношений и переговоров с ними Позавчера мы получили ответ от президента Рейгана на наше заявление от 15 января Но поскольку ответ получен буквально в канун открытия съезда Администрация США, видимо, рассчитывает, по крайней мере мы так полагаем На то, чтобы уже с этой трибуны мир узнал о нашем отношении к американской позиции Могу сразу сказать, что письмо президента не дает оснований Для какой-либо корректировки в оценках международной ситуации Заложенных в докладе до получения послания Похоже, что в Вашингтоне, да и не только там Жили с ядерным оружием Связывая с ним свои планы на международной арене И все же политикам Запада придется, хотят они того или нет, ответить на вопрос Готовы ли они вообще расстаться с ядерным оружием Оглядываясь на истейший год, нельзя не видеть Предпосылки для оздоровления международной обстановки, судя по всему, начинают складываться Но предпосылки к повороту еще не сам поворот Гонка вооружений продолжается Угроза ядерной войны остается Однако международная реакция отнюдь не всесильна Развитие мирового революционного процесса Подъем массовых демократических антивоенных движений Значительно расширили и усилили огромный потенциал мира, разума и доброй воли Это мощный противовес агрессивной политике империализма Товарищи, масштабы и новизна предстоящих дел Преревляют исключительно высокие требования Характеру политической, идеологической и организаторской деятельности КПСС Объединяющие сегодня более 19 миллионов коммунистов Спаянных единством цели, воли и дисциплины Партия может успешно решать новые задачи Если сама находится в непрерывном развитии Свободна от комплекса непогрешимости Критически достигнуты результаты Ясно видит, что предстоит сделать Масштабность и сложность проблем Необходимость в полной мере извлечь бескомпромиссные уроки из прошлого Именно этим и диктуется новое требование кадрам Всему стилю работы, ее методам и характеру Суть перестройки партийной работы заключается в том Чтобы каждая партийная организация От республиканской до первичной Активно боролась за проведение в жизнь линии апрельского пленума Жила в атмосфере поиска, обновления форм и методов своей деятельности И сделать это можно только усилиями всех коммунистов На путях всемирного развития демократии внутри самой партии Осуществление на всех уровнях принципа коллективного руководства Развертывание критики и самокритики Контроля ответственного отношения к делу Лишь тогда рождается дух новизны Становятся нетерпимыми косность и застой Нам, коммунистам, не пристало кивать на кого-то Если партийная организация живет полнокровной жизнью Основанной на принципиальных отношениях Если коммунисты заняты конкретными делами А не говорильней на общие темы То успех обеспечен Мало видеть недостатки и пороки Заклеймить их Надо сделать все, чтобы их не было Не бывает авангардной роли коммуниста вообще Она выражается в практических делах На нас, коммунистов, смотрят, как, например, во всем В работе и поведении Надо жить и работать так, чтобы трудящийся человек мог сказать Да, это настоящий коммунист И чем светлее и чище будет жизнь в партийном доме Тем скорее мы справимся теми непростыми задачами Которые характерны для нынешнего переломного времени Партии нет и не должно быть организаций вне контроля Закрытой для критики Нет и не должно быть руководителей Огражденных от партийной ответственности Хотелось бы на нашем съезде сказать еще раз о деловитости Это вопрос принципиальный Любой разлад между сказанным и сделанным Наносит урон главному, авторитету партийной политики И не может быть терпим ни в какой форме Партии коммунистов, партии единства, слово и дело Об этом должен помнить каждый руководитель, каждый коммунист Именно по единству слова и дело советский народ Будет судить о нашей работе Надо ли напоминать, что с фигурой руководителя Прежде всего партийного Люди связывают все плюсы и минусы Той конкретной реальной жизни, в которой они живут По секретарю райкома, горкома или обкома партии Рядовой труженик судит о партийном комитете О партии в целом Самое существенное, на чем сегодня необходимо сосредоточить Всю силу партийного воздействия Это достижение понимания каждым человеком Остроты переживаемого момента Его переломного характера Любые наши планы повиснут в воздухе Если оставят равнодушными людей Если мы не сумеем пробудить трудовую И общественную активность масс Их энергию и инициативу Бесспорен факт Умное и правдивое слово имеет огромную силу влияния Но его значение во сто крат умножается Если соединяется с политическими, экономическими и социальными шагами Только так можно и жить надоедливую назидательность Наполнить дыханием живой жизни призывы и лозунги Отрыв слов от земной основы Серьезно обесценивает идеологические усилия Сколько бы мы не читали лекции о чуткости Порицая черствость и бюрократизм Они испарятся в воздухе Если человек встречается с грубостью В учреждениях, на улице, в магазине Сколько бы мы не проводили бесед о культуре поведения Они не приносут пользы Если не будут подкреплены практической борьбой За высокую культуру производства Общежития, человеческих отношений Сколько бы мы не писали статей о социальной справедливости Порядки и дисциплине Они останутся бесплодными Если не будут сопровождаться активными действиями трудового коллектива Последовательным применением закона Люди должны постоянно видеть, ощущать Великую правду нашей идеологии Принципиальность политики Требуется так организовать труд и распределение благ Столь скрупулезно соблюдать законы и принципы социалистического общежития Чтобы у каждого советского человека Была твердая вера в наши идеалы и ценности АПЛОДИСМЕНТЫ Социализм Это общество высокой нравственности Нельзя быть человеком идейным Не будучи честным, совестливым, порядочным, требовательным в себе Наше воспитание будет тем плодотворнее Чем энергичнее станут утверждаться идеалы, принципы и ценности нового общества Борьба за чистоту жизни Самый действенный способ поднять эффективность идейно-воспитательной работы Ее социальную отдачу гарантировать от возникновения нездоровых явлений КПСС черпает силу в огромных возможностях социализма В живом творчестве масс На сложных исторических поворотах Ленинская партия не раз демонстрировала способность Находить верные пути движению вперед Водушевить, сплотить и организовать миллионные массы трудящихся Так было в годы революции, мирного строительства, военных испытаний В нелегкое послевоенное время Мы уверены, что так будет и впредь Мы рассчитываем на поддержку рабочего класса Ибо политика партии это его политика Мы рассчитываем на поддержку крестьянства Ибо политика партии это его политика Мы рассчитываем на поддержку народной интеллигенции Ибо политика партии это ее политика Мы рассчитываем на поддержку женщин, нашей молодежи, ветеранов Всех социальных групп, всех наций и народностей советской родины Ибо политика партии выражение надежд, интересов и чаяний всего народа Мы убеждены, что все сознательные, честные люди Каждый советский патриот поддержит стратегический курс партии Направленный на то, чтобы крепло могущество нашей державы Чтобы наша жизнь становилась лучше, чище, справедливее Таковы могучие общественные силы, которые стоят за КПСС Они идут за ней, верят партии коммунистов Советский народ может быть уверен, что партия глубоко осознает свою ответственность За будущее страны и прочный мир на земле За правильность намеченного курса Главное, что нужно для его практического притворения в жизнь Это упорная работа, единство партии и народа Сплоченные действия всех трудящихся Так, так и только так мы сможем выполнить завет великого Ленина С энергией, единством воли подниматься выше, идти вперед Иной судьбы нам истории не дано Но какая, товарищ, это прекрасная судьба Аплодисменты 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 КОНЕЦ КОНЕЦ